Всем привет! Мы сегодня на море, в Фолонике. Сегодня покажу часть, куда мы не добрались в прошлом видео, в Скорлину. Наконец-то видно солнце после дней дождя непроливного, непрекращающего. Мы в Скорлину, маленький порт Скорлина. Видно, что маленькие яхточки более-менее дешевые. Канал, который выходит в море. Подходим к мосту и начинаются, видите, лодочки моряков. Видно, как все старые, сети рыбацкие, эти небольшие лодки. Тишина практически, спокойствие. Никто в море не выходит сегодня почему-то. Какие маленькие, смешные, прям такие декоративные, даже бы сказала, лодочки. Тут тоже такая смешная, кажется, как смутика с какого-то. Правда, похоже? Видно, это драко и ферджи, картонами масок. Синий факт, вот это уголе. Ах, ты ж хитрованы вы такие. Есть пришли, а у нас ничего нету. Красавчики такие. О, вся банда пришла. Все, уходите. От нас не дождались ничего, да? Какие-то маски. Тебя не видно, товарищи. Выходи. Все тут купаются. Там впереди музей какой-то. Сейчас я уже не помню чего. Канал продолжается и идет дорога на Костельон-де-Ла-Пеская. Крикливые какие. Вы сюда идете? Смотрите, в центре кадра. Я уже приблизила, все равно плохо видно. Видите, какая птица сидит на столбе, черная. Эти, которые ловят в воде рыбу, рыболовницу, мне кажется. Это оазис натуральный, где спокойно себе живут защищенные виды птиц и животных. Это вот система каналов. Здесь идет типа маленького моста, где регулируется сток воды и выход отсюда. Так как это все, в общем-то, болото. То есть идет регулировка выхода воды. Соответственно, здесь можно найти разных птиц. Местное население, так сказать, нутрий. Животных. Кого здесь можно найти еще? Зайцы и косули, мне кажется, здесь обитают. Птица еще сидит, не улетел. Но озирается очень подозрительно. Подловлю его поближе. Пока не улетел. Пока смотрит окно. На чуку весь, но не улетел. Как раз этот мостик, на котором мы сейчас стояли. Видите, выходит вода. Все очень мутное, потому что, естественно, дожди или непрекращающиеся. Музей. Музей это археологический. Вот сейчас посмотрела, я не помнила уже. Канал идет в море, откуда мы пришли. Сейчас против солнца, конечно, это не будет видно. Конечно, несмотря на то, что сейчас и зима, и краски блеклые, но все равно красиво. Даже с мутной водой. Птиц больше пока не видно. Надо идти дальше. Там есть специальные домики, где можно за ними сидеть, наблюдать. Вот с этой стороны видно хорошо. Видите, заслонки, которые потом опускаются, не дают воде выходить. Господи, против солнца, конечно, я теряю фокус. Надо повернуться. Канал, который выходит в море, на котором мы были раньше. И видно море. С камеры не видно, наверное, Эльба позади. А кто у нас тут? Ферма по разведению ослов. Вот я, честно сказать, не знаю, зачем их разводят, бедненьких. Потому как продуктов продажи я не видела. То есть это может быть и мясо, и молоко. Вот, честно сказать, даже не скажу. Обычно вот эти товарищи сюда подходят рядом. А сегодня они все столпились там кучкой. Непонятно почему. Едят. И нельзя их потрогать сегодня, да? Ну вот, приходится зумом все подвигать, чтобы рассмотреть поближе их. Ох, лентяи! Не идете сюда? Не ходите идти, да? Смотрят. Но не приближаются. Ох, какой момент интимный. С мамочкой он, да? Ох, какая челка у тебя! Не ходил ты к морихмахерам? А это кто к нам пришел здесь? Кто пришел? Да? Ты разговариваешь? Тебя поставлю? Ну, где я тебя поклаживаю? Ай, ты мой хороший. Он хороший ты. Красавчик. Он у себя мягонький. Иди сюда. Ой, бедусин. Ах, сколько. Там их много, да? Ну что, друзья, пока. Пока мы пойдем на обед. Ты сюда идешь? Ты сюда идешь? Мохнасик. Мама тебе разрешила? Ты куда шел? Мама разрешила тебе? Ха-ха-ха. Какой ты мохнатый. Ты прям на ламу похож, честно сказать, не на ослика, да? Я тебя потрогаю хочу. Я тогда не удержу камеру. Боже, ты, да? Правда, как альпаха. На ощупь. Мягонький ты такой. Игрушка такая плюшевая, да? И мама пришла. Видишь, мама пришла тоже. А, блин, бедусин. Мама, смотри, что тебя ругает? Нет? Аня. Красавчики. Ты ко мне хочешь идти? Да? Аня. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.